Давайте вместе расхолошмать. И, внимание, приготовились. В добрый путь начали. Первые отснятые кадры, вздох облегчение и снова напряженная работа. К этому съемочному дню команда шла несколько месяцев. Слишком много приходилось делать вопреки, слишком много приходилось преодолевать, поэтому, даст Бог, у нас все получится. Не без гордости руководители проекта говорят об уникальности фильма. Во-первых, потому что стартовал в кризис, когда вся киноиндустрия замерла в ожидании. Правда, благодаря этому в картину удалось привлечь очень сильную команду. Актеров, каскадеров, лучших художников по костюмам, декорациям, гримеров. А бороды у нас, вот, сейчас я вам покажу, вот так вот они клеются. Вот видите, вот так. А здесь для 200 человек массовки и основного актерского состава хранятся сотни костюмов. Ни одного похожего. Каждый создан по индивидуальному эскизу с детальной исторической проработкой. Уникален и терем, который возвели в Тутаевских лесах за два месяца. В доме-трансформере будут снимать и деревню племени Медведей, и княжеский двор, и Ростов. Сейчас сруб стилизуют и декорируют, чтобы уже в октябре начать съемки в помещении. А пока погода позволяет, будут отрабатывать цены на природе. Начнем. Имя актера, которого пригласили на роль князя, до последнего момента держали в тайне. Но ведущий артист русского театра из Сталина Александр Ивашкевич своей работы секрета не делает. Мало кто, наверное, знает, какой он был. Есть факты его деятельности. Это самое главное. Есть город, есть история его поступков, его деятельности. Наверное, это самое главное. И попав на эту роль, мне, конечно, приятно опять откинуться в историю, перештудировать, пересмотреть, понять что-то. Потому что, поняв ту историю, начинаешь ориентироваться в этом. Ивашкевичу уже приходилось сниматься в исторических декорациях. Последняя роль – Курбский в Иване Грозном. В первый съемочный день работа над самой романтичной частью картины – любовной историей между Ярославом и дочерью вождя племени Медведей. Для нее он враг первоначально. Ну, а потом вспыхивает чувство, влюбляется в Ярослава. И, к сожалению, они не могут быть вместе. В звездном актерском составе Виктор Вершбицкий, Валерий Золотухин, Алексей Кравченко. Последнему предстоит воплотить на экране историю злодейства и предательства. Съемки завершатся через 42 дня. Премьера запланирована на осень будущего года. Газалия Страдынова, Сергей Загоскин, Вести, Ярославль.